коллеги добрый день на часах 4 часа по нур-султану и по алмате я думаю мы можем начинать сегодняшний вебинар посвященный трансферному ценообразованию новым видом отчетности и новым видом тенденции сегодня с вами я модератор дана такмурсина партнер компании прайсфортерхаус куперс старший менеджер и лидер группы по трансферному ценообразованию нашултан нурбаев и менеджера серии скильды менеджер группы по трансферному ценообразованию уважаемые гости мы сегодня двигаемся в точно таком же формате как и обычно вебинар у нас идет ровно 60 минут 50 минут вещаем и 10 минут мы отвечаем на ваши вопросы если у вас есть вопросы вы можете их оставлять в нашем чате мы будем модерировать эти вопросы какие-то вопросы может быть будем сразу отвечать но в целом намерение такое что на вопросы ответим в конце данного вебинара а коллеги мы также напоминаем что определенное время назад мы проводили отдельный вебинар тоже по трансферному ценообразованию где мы говорили о финансовых сделках да может быть кто то из вас уже наверное испытал на себе этот вопрос тоже у нас проверяется в рамках налоговых проверок либо камерального контроля мы тоже делились опытом на данную тему поэтому вы можете можете у нас в соцсетях и например на ютюбе посмотреть соответствующую запись вебинара либо на нашем веб-сайте итак нурсултан наверно начнем традиционно наши вопросы вот скажи как сейчас функция трансферного ценообразования построена в рамках комитета государственных доходов может быть что-то поменил поменялось и чего нам ждать в целом спасибо большое за вопрос в целом налоговые органы продолжают централизованно подходить к контролю по вопросам трансферного ценообразования то есть это не как допустим налоговые проверки делают каждым до годы отдельно каждый департамент каждый у каждого свои приоритеты это такой контроль проводится централизованно именно одной команды которая располагается в астане в дурсултане там команда в принципе небольшая поэтому очень у них очень последовательный и довольно четкий подход по отдельным сделкам где у них уже есть опыт и набита рука там где у них опыта нету они его нарабатывают изучают и все вместе скажем так рассуждают как к этим вопросам подойти лучше это касательно контроля да также то есть из того что из новых скажем так индустрии они плавно переходят из то что мы уже много раз говорили из сектора нефтегаза и горнорудного секторов компаниям которые уже оперируют в сельском хозяйстве допустим они проводят очень много анализа по экспорту пшеницы и также их интересует очень сильно вопрос финансовых сделок то есть финансовые отрасли также они присматриваются к сектору по дистрибуции товаров народного потребления в частности вот по финансовым сделкам как мы вот говорили в прошлом вебинаре они проводят анализ и собирают материалы для подготовки новой методики которая будет описывать подходы по тому как необходимо анализировать эти финансовые сделки там услуги финансовые услуги это займы гарантии и прочие инструменты на сегодняшний день такой проект методики он разрабатывается возможно был приостановлен из-за карантинных мер но в целом настроение и аппетит у них к этому есть исходя из того что какие методики у нас были приняты это была принята методика по стали она была принята еще в прошлом году после этого разрабатывается еще методика по зерну и также как вы знаете у нас есть методика по экспорту сырой нефти которая уже около четырех лет лежит скажем находится в разработке на согласование внутри правительства бизнес уже свою точку зрения дал пока ждем когда скажем так правительство все-таки решится и выпустит данную методику по сырой нефти с точки зрения проведения контроля вот именно как что сейчас делают в рамках карантина мы видим что присылают они до сих пор письма с предложением о том что провести самостоятельные корректировки то есть компания до сих пор их получают это в основном служит триггером для если допустим компания соглашается то в принципе вопрос решается если компания не соглашается или начинает спорить в некоторых случаях компаниям удается доказать свою правоту в некоторых случаях налоги органы инициируют проверки и также мы прожидаем что у них есть в планах как мы понимаем из нашего общения с ними что какие-то крупные проекты крупные проекты в Казахстане будут проверены до конца года именно с точки зрения соблюдения правил транспортного образования ну получается если резюмировать то комитетом государственных доходов проделан достаточно большая работа да охвачены очень многие области это и экспорт товаров да и импорт товаров да и получается уже не только добывающие отрасли данные в целом товары народного потребления поэтому на сегодняшний день наверное вопросами трансферного ценообразования нужно уже озадачиться в принципе налоговым менеджером почти всех индустрий в Казахстане да спасибо большое да вот и у меня такой вопрос ну как мы сегодня заявили в начале вебинара будем говорить об трехуровневой отчетности на самом деле уже наверное три года слышим да про эту трехуровневую отчетность но и до сих пор наверное все для себя как-то по полочкам не разложили что и как и при этом уже получается уже есть что-то новое в области этой трехуровневой отчет отчетности вот я вижу ты вывел слайды да давайте наверное обсудим чего нового нам ждать либо уже исполнять по трехуровневой отчетности да да абсолютно верно у нас изменения были в закон введены еще в декабре 17 года то есть говорить о том что это как снег на голову упавшие новые мероприятия это нельзя налоговики постарались дать время компаниям приготовиться проанализировать эти сделки даже когда 19 год еще не начался уже все понимали что по этому году необходимо будет первый раз подавать отчетности но вот если пройтись концептуально как что предполагает эти нововведения то что в первую очередь участники международных групп то есть не все компании не любые компании в казахстане а именно участники международных групп допустим участники групп групп допустим тот же самый сам рук казана они все подпадают под определение участника международной группы и просто будем проводить на примере как бы до крупнейшего холдинга нашей страны то есть у нас предполагается четыре четыре вида документов первое это заявление то есть надо будет показать что компания является частью международной группы и подать такое заявление надо будет подать его до 1 сентября и в этом заявлении необходимо будет раскрыть кто является главным предприятием для определенной компании здесь возникает спор на моменты когда компания допустим является сп или у компании больше чем один акционер в целом остальные отчетности то есть это заявление это принесет самый простой документ который необходимо здесь подать в части межстрановой и основной отчетности эти два документа они скажем так готовятся на уровне группы и как правило подаются головной компании или специально номинированной для этих целей компании если мы говорим про международные группы то скорее всего эти отчетности готовятся за границы допустим голландским или каким-нибудь бельгийским офисом который занимается подготовкой такой отчетности за всю группу если мы может быть как использован как порог 750 миллионов евро который предусмотрен не только нашей стране но и по всему по как рекомендации ОСР или какой-то свой порог который предусмотрен в этой стране определенной либо в бельгии либо в голландии или где-то еще что будет требоваться от нас допустим казахстанская компания или филиал которая работает в Казахстане и какие вопросы можно получить от КГД эти два отчета они предполагаются что КГД их будет получать в рамках автоматического обмена между государством между налоговыми службами то есть они будут напрямую получать от бельгийской налоговой службы межстрановую основную отчетность по вашей группе если допустим они этого сделать не смогут обмен не заработает который планируется что он будет работать с следующего года либо что-то еще то в таком случае компании могут обратиться с требованием чтобы компания предоставила такую отчетность в КГД в нашу налоговую службу и исполнить такое требование надо будет в течение 12 месяцев то есть есть возможность скажем так приготовиться заранее скажем так будет 12 месяцев чтобы найти такую отчетность и предоставить налоговые органы правда при этом необходимо будет перевести понять что ваши данные в этой отчетности правильно отражены в целом мы рекомендуем такие мероприятия проводить заранее прерву на секундочку тут пишет что ничего не слышно либо плохо тебя слышно а вот у меня вы как слышите можно плюс поставить если слышно слышно осель можешь протестировать свой голос здравствуйте коллеги меня слышно а мне плохо слышно было да вот я тебя хорошо например слышно хорошо все слышно хорошо это просто может быть микрофон чуть поближе нужно чтобы всем было слышно хорошо ну куда уже ближе здесь хорошо касательно получается основное отличие между ними то что межстрановая отчетность работает у нас 16 года то есть налоговики по идее могут упросить это отчетность начиная с 16 18 18 19 годов а основная отчетность только за 19 год и местная отчетность о которой мы подробнее сейчас поговорим она применима для каждой компании при выполнении определенных требований то есть первое быть участником международной группы во вторых пройти порог по выручке и в трансферность образования это вот если кратко говорить о том что какие у нас отчетности появились и что теперь налогоорганы ожидают от компании то есть срок подачи по местной отчетности у нас за 19 год до конца этого года вот сейчас уже 21 июля мы все понимаем что в декабре во второе половине декабря уже практически нерабочее настроение и по факту будет очень тяжело там собрать подписи или что-либо еще поэтому по факту осталось пять месяцев чтобы активно провести работу и наполнить эту местную отчетность как это требуется по приказу который устанавливает ее формат и соответствии с правилами заполнения и подготовить необходимые рыночные исследования ну то есть получается если допустим вот твою табличку разложить на элементы заявление наверное многие уже подали да по крайней мере тем кому это было нужно да межстрановая отчет если у нас здесь вот добавлю пару моментов что заявление вот у нас ввелась она в действие с восемнадцатого года мы считаем что она уже должна была работать с восемнадцатого года при этом увидим письмо от кгд что она работать должно только с девятнадцатого года просто почему то они так решили поэтому так как заявление подают ежегодно то есть ничего страшного то что вы подали в восемнадцатом году мы не видим это консервативная позиция это считаем правильным но допустим следующий срок то есть следующий очередной 1 сентября к этому времени получается все участники международных международных групп должны определиться и подать такое заявление в налоговые органы оно подается к счастью электронном виде даже по заявлению меня почему-то 1 сентября ассоциируется только со школой да наверно потому что дети мы сейчас готовим школу он как бы для себя да на заметку что 1 до 1 сентября нам нужно подать соответствующее заявление кто-то возможно за предыдущий период уже тоже подал по межстрановой отчетности ну наверное там где у нас головные офисы находятся в европе в америке там и других странах континентах соответственно это головная боль скажем так материнских компаний да но те компании которые скажем так выросли из казахстана да то здесь тоже нужно подумать о соответствующей межстрановой отчетности да я тебя правильно же слышу да да все правильно и наверное вот что у меня вызвало большой интерес это наверное местный отчет но сидеть я хотела басиль тебе задать вопрос вот на шутан назвал две вещи да это пороговое значение и контроль согласно казахстанскому законодательству да ну и соответственно правильно ли понимается что те кто у нас выразил интерес данному вебинару это больше 200 компаний ну наверное скорее всего они подпадают нас под орбиту того что нужно будет сдавать местные отчетности давайте немножко по местным отчетностям поговорим да требования по местной отчетности вступили в силу с 19 года и первый отчетный год это 19 год то есть те компании локальные которые должны подавать местную отчетность они обязаны в обязательном порядке предоставить ее до 31 декабря 2020 года за отчетный период 2018 год форма представления вообще в приказе по заполнению местной отчетности она может быть в трех форматах на бумажном носителе двух экземплярах по почте заказным путем либо в электронном виде через программу сона но так как сейчас на сайте кгд пока нет электронной версии данной отчетности в двадцатом году подача местной отчетности за 19 год предполагается на бумажном носителе только вообще форма и правила заполнения утверждены приказом министра финансов от 24 декабря 18 года однако ожидаются изменения в эти правила заполнения которые мы предполагаем что возможно будут приняты до конца июля 2020 года хотя мы не исключаем того что сроки объединения могут быть расширены в целом как уже затронул на султан основными критериями для подачи местной отчетности является наличие сделок которые подлежат контролю по транспортному ценообразованию и второй не менее важный критерий это то что размер выручки участника должен составлять не мели не менее 5 миллионов мрп что составляет около 12 миллиардов тенге за 18 год и если у компании этот порог не превышен то ей и и у нее нет обязанности скажем так подать вот это требование и подавать местную отчетность спасибо но по пороговому значению наверное вроде более-менее понятно да есть определенная цифра выраженная в мрп за год видимо предшествующий до за восемнадцатый год ты говоришь что мы наверное возьмем мрп восемнадцатого года посчитаем и вот соответственно вытекает вопрос а какие виды сделок какие сделки у нас являются трикером да для того чтобы подавать местную отчетность согласно закону о трансферном ценообразовании одним из условий по сдаче местной отчетности является совершение сделок подлежащих контролю по трансферному ценообразованию то есть по всем международным деловым операциям при этом правила заполнения местной отчетности они сужают данное требование и согласно которому местная отчетность готовится в отношении только контролируемых дел а контролируемые сделки это сделки между участниками международной группы по которым осуществляется контроль по трансферному ценообразованию и в местной в форме местной отчетности которая состоит из четырех основных разделов второй раздел именно посвящен внутри групповым сделкам данная форма не предусматривает раскрытия информации о сделках между третьими сторонами и исходя из формы и правил заполнения местной отчетности мы понимаем что она готовится в отношении контролируемых сделок которые совершаются между связанными нами между участниками и поэтому возникает с одной стороны неясность закон говорит о том что нужно раскрывать все сделки которые подлежат трансферному ценообразованию а с другой стороны есть правила которые сужают данное требование до контролируемых сделок между участниками группы и здесь стоит отметить что приоритет все-таки по иерархии актов правых актов закона трансферного ценообразования имеет приоритет над приказом и в то же время мы не исключаем того что науковые органы могут требовать сдачу местной отчетности даже если нет контролируемых сделок между участниками группы но есть сделки с третьими сторонами подлежащими контролем ПТЦ ну при этом как бы раздел второй который относится к контролируемым сделкам он не будет заполняться в отсутствие таковых сделок здесь хотелось бы сказать о изменениях которые готовятся в правила заполнения отчетности планируется что сейчас говорится в правилах говорится что контролируемая сделка это сделка между участниками международной группы в планируемых изменениях она будет такое определение будет звучать следующим образом контролируемая сделка это сделать между участниками не между участниками международной группы а между взаимосвязанными сторонами то есть между зависимыми сторонами которые доля участия у которых больше десяти процентов но мы понимаем что проект этот может быть доработан еще возможно какие-то формулировки будут изменены и поэтому мы не исключаем того что возможно будут еще и другие изменения существенные возможно здесь еще хотелось бы сказать и про административную ответственность за несдачу местной отчетности предусмотрены штрафы для субъектов среднего предпринимательства штраф 200 мрп что составляет примерно 600 1650 долларов и 500 мрп за непредставление для субъектов крупных предпринимателей то есть это 3300 долларов сша примерно а себе немного резюмирую потому что достаточно много информации ты нам предоставила да получается что он как все мы помним что наш закон по трансферному ценообразованию он отличается в принципе от международного законодательства и у нас контролируется все подряд что передвигается через границу то товары услуги работы но как я слышу тебя закон нам говорит одно то есть достаточно широкий круг но при этом правило разработано только в отношении связанных сторон что получается сужение но у нас по идее подзаконы акт не должен сужать закон который находится по иерархии выше то есть мы можем полагать что значит недоработанные правила в отношении не связанных сторон но с другой стороны зачем контролировать не связанные стороны потому что у них очень тяжело можно реализовать какое-то планирование пытаться скажем так прибыли из одной страны другую как сказать передвигать да или аллокировать да поэтому наверное то что сделали вот эти вот отчетности только по связанным сторонам это наверное в унисон международной практике и здесь просто видно как и какое у нас несоответствие нашего казахстанского законодательства в сравнении с международным да поэтому наверное задумка в частности по разработке отчетности была корректной намерение было такое да но возникает вопрос допустим компания хочет идти по какой-то консервативной позиции она читает закон понимает что есть определенные серые зоны вот что делать в таком случае компании если она хочет консервативно все равно наверное подать эту местную отчетность в таком случае если у нее нет контролируемых сделок между участниками международной группы то ей не нужно будет заполнять второй раздел который как раз таки посвящен контролируемым сделкам мы вот подробнее дальше будем говорить из чего состоит местная отчетность немного затронем разделы которые нужно будет освещать и вот покажем наглядно хорошо и такой логический вопрос да а что именно вот искала не заполняется второй раздел а что именно мы должны раскрывать в местной отчетности вообще местные скажем так местная отчетность она в основном состоит из основных четырех разделов получается первый раздел это местный субъект второй раздел контролируемые сделки и финансовый раздел третий финансовая информация и четвертый раздел ответственность местного субъекта там указывается данные руководителя подпись и дата здесь бы хотелось бы еще сказать о том что в правила по заполнению отчетности в конце июля ожидается внесение изменений есть еще и другие изменения которые одно из важных изменений касается установления порога материальности контролируемых сделок и материальной категории контролируемых сделок для цели подготовки местной отчетности будет считаться финансовый порог который составляет не менее 50 тысяч мрп то есть около 130 миллионов тенге сейчас идет дискуссия о повышении этого критерия до 250 тысяч то есть этого пока нет в изменениях к приказу но на устной основе мы слышим что этот порог может быть увеличен то есть в тенге он будет составлять 630 миллионов тенге таким образом в местную отчетность будут включаться только контролируемые сделки которые будут превышать этот установленный порог что сейчас а сейчас дополню этот порог 630 миллионов тенге это порог по группе контролируемых сделок и здесь возникает ситуация когда может быть в одной группе допустим инжиниринговые услуги вы получили от одного поставщика услугу на миллион тенге а на другого поставщика на 629 миллионов тенге и получается так как это одна и та же группа по природе услуги являются однородными то в таком случае надо будет объясняться и по миллиону тенге и по 629 миллионов тенге то есть как бы такая нестандартная ситуация получается сейчас на данный момент в текущих правилах указано что компании должны устанавливать материальности сделок в налоговой учетной политики самостоятельно и соответственно никакого порога пока сейчас нет указали в налоговой учетной политике в качестве материальной материальности сделок ну и соответственно на основании этого и местная отчетность подается но если будут введены изменения вот эти по порогу материальности соответственно все скажем так мелкие транзакции они то есть те скажем так транзакции которые не подпадают под этот порог их не нужно будет раскрывать местной отчетности и ее подавать если вернуться к разделам по местной отчетности то на первый раздел здесь в принципе как и в документации по трансферному ценообразованию мы в принципе указываем здесь общую информацию по структуре управления по организационной структуре по описанию деятельности перечень основных конкурентов и здесь нужно обратить внимание что информация которая будет здесь изложена в данном именно разделе она будет должна поддерживать выводы раздела номер 3 где будет указываться финансовая именно информация как я уже упоминала раздел номер 2 он относится к контролируемым сделкам и он будет содержать информацию о контролируемых сделках между участниками международной группы будет содержать информацию о функциональном анализе выборе метода по трансферному ценообразованию и выборе тестируемой стороны здесь вот вы на слайде можете увидеть что из чего состоит второй раздел также из сумм внутригрупповых платежей здесь вот мы понимаем что в правилах не указан принцип расчета сумм платежей поступления однако согласно устным комментариям представителей КГД суммы которые должны быть указаны в этом подпункте они должны быть рассчитаны на основе метода начисления что еще здесь интересного что нужно предоставлять копии всех материальных групповых соглашений и при представлении документации по ТЦ такого прямого требования не было что мы должны предоставлять копии всех материальных внутригрупповых соглашений а сейчас его внесли этот пункт поэтому мы предполагаем что если это если соглашения будут достаточно большого объема то необходимо будет все это распечатывать показывать новым органам и соответственно это скажем так такой burden такой для компании нагрузка да нагрузка что еще здесь интересного можно сказать что третий раздел он относится именно к финансовой информации нужно предоставлять финансовую отчетность местной компании сводные финансовые данные по сопоставимым неконтролируемым сделкам здесь к ним относятся выручка и операционная прибыль чтобы рассчитать ментабельность и четвертый раздел в принципе ответственность местного субъекта здесь все просто данные руководителя подписи дата коллеги на самом деле я вижу достаточно большое количество вопросов в чате я думаю наверное нам не стоит ждать оставшихся 10 минут прежде чем мы перейдем ко второй части нашего вебинара давайте постараемся ответить на те вопросы которые к нам пришли в чат да сейчас по поводу слайдов данные я здесь хотела сказать что мы сделаем запись и уже разошли у нас будут скажем так на доступ доступно это видео на нашем веб-пейдж на педаполисе видео будет доступно на веб-сайте да если те кому нужны отдельно слайды я думаю что давайте так участников достаточно много да кому конкретно интересно вы наверное напишите вот у нас я думаю будут в конце указаны контакты Нурсултана Нурбаева Асирьи так чтобы я думаю не просто вам слайды отправили если у вас есть какие-то конкретно интересующие вопросы почему бы вам просто не задать эти вопросы я думаю что ребята достаточно открыты для контакта и для нас это не составит какой-то проблемы потому что на самом деле вот здесь можно еще наш пол посмотреть да Нурсултан долгое время работал в России где эта отчетность скажем так была введена раньше чем в Казахстане да и как я помню Нурсултан ты делился опытом что у нас такой советский менталитет многие вопросы оставляются на потом да и как говорится в России потом просто людей физически не хватало было очень много требований не требований запросов от клиентов и все это было в последний момент он видел показывал ссылку на постановление если у этого заявления есть какой-то номер как у формы налоговой отчетности можешь подсказать да приказ министерства финансов номер 1104 от 24 января 2018 года в принципе от 4 декабря я извиняюсь 2018 года к этому приказу планируются изменения которые мы думаем что будут введены возможно в конце июля вот согласно устным комментариям представитель КВД а номер 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 текущего как 300 форма 100 форма не нет приказа вот как у нас форм налоговой отчетности есть там 101.04 101.02.01 300.00 по форме нет заявления просто заявления номера нет номера у заявления нет оно есть оно есть сона заявление доступно то есть форма заявления есть сона поэтому в принципе найти не проблема искать по наименованию либо по номеру приказа но не по номеру заявления да он указан как номер 178 я не знаю так как как к номеру к приказу 178 но какой-то формы я не вижу просто чтобы какая-то была форма именно у заявления хорошо вот такой вопрос значит мы сейчас до 31 декабря этого года сдаем местную отчетность все-таки за 18 или 19 год мы подаем за 19 год да но при этом чтобы вы понять как бы мы проходим по требованиям или нет мы смотрим на выручку 18 года то есть когда мы будем отчетность да когда будем отчетность уже за 20 год мы будем обратно смотреть на выручку предыдущего года за 19 год а вот тут вопрос местная отчетность составляется только по сделкам со взаимосвязанными сторонами я думаю здесь у нас была целая дискуссия да закон говорит как будто бы все что движется через границу а правила говорят только между связанными сторонами такой интересный вопрос следующий является ли совместно контролируемые компании 50 на 50 участников международной группы ну вот есть у нас тоже такие компании да мы спрашивали налоговиков что они думают когда вот СП подает заявление для налоговиков в принципе говорят нам все равно как бы как вы там отразите кого из акционеров отразите главное вы отразите что вы являетесь частью международной группы и к вам применимы эти контроль именно по трехуровневой отчетности а кого допускать акционерам это уже до них как бы пока не принципиально но письменного ответа у нас нет да это просто устная коммуникация возможно с канатом на спановом да но если допустим у кого-то этот вопрос критичный да я знаю что очень много китайских компаний работает по принципу 50 на 50 российских предприятий да казахстанско-российских китайских наверное тогда может быть для вашего таки письмо запрос комитет госдоходов чтобы как это быть на более безопасной стороне когда вступит проект в силу где будет указано про взаимосвязанные стороны ну вот конец июля мы ожидаем да мы ожидаем что конец июля будет подписан приказ с изменениями поэтому тут тоже полагаемся только на комментарии тоже ждем его потому что по идее этот приказ должен быть еще в мае но из-за карантинных мер все это сдвинулось еще хотела бы добавить по поводу номера формы уточнить что заявление оно номер формы 000 точка 11 то есть в принципе там да мы просто не совсем оперируем да кому было интересно номер формы если порог для операции ну по-моему это озвучили может быть еще раз коротко повторить про порог порог получается асель ты расскажи пожалуйста да порог получается для сдачи местной отчетности нужно выполнить два критерия первое это сделки должны подлежать контролю по транспортному ценообразованию второй критерий порог участника должен составлять не менее 5 миллионов мрп что составляет 12 миллионов миллиардов тенге за 2018 и по сделкам порог я так понимаю был еще вопрос порог допустим если вы имеете сделку там допустим на миллион тенге то как бы по текущему приказу если смотреть на текущий приказ то вы должны сами поставить для себя материальность для вашей группы для вашей компании допустим поставить материальность 10 миллионов тенге тогда вы эти сделки по миллиону тенге не будете включать в местную отчетность но если у вас этих сделок много допустим их было там 200 сделок по миллиону тенге то есть это одна группа сделок тогда нужно будет этот порог вы порог проходите свой и тем самым раскрываете весь анализ по всем этим сделкам мы ожидаем что будет опять дополнение в приказ и этот порог будет установлен четко цифры это 250 тысяч мрп это примерно 630 миллионов тенге по группе сделок то есть надо будет проверять именно по группе сделок вы проходите то есть это не один контрагент конкретно сделка а именно надо группировать их по видам сделок то есть это инжиниринг допустим ремонт или какие-то там другие услуги или товары тогда это надо будет смотреть по группе ну вот нашлан такой вопрос понятно что из-за карантин у нас наверное приоритеты тоже у правительства сдвинулись какие поправки сейчас делать что нам отложить на более поздний период если допустим по каким-то причинам налоговые органы не успеют например в этом году изменить правила да и мы будем жить с тем что у нас сейчас действует по факту то у меня такой вопрос ты говоришь что нужно определить самостоятельно материальность как ты думаешь нужно ли эту материальность как-то коррелировать с материальностью закрепленной для финансовой отчетности я думаю что это нигде не написано конечно не в приказе не в законе но предполагалось как раз таки материальность которая будет основана для финансовой отчетности то есть мы предлагаем компании все-таки сделать корреляцию четку между материальности для целей финансовой отчетности и материальностью которую вы пропишите в наупе высокую материальность, да, и сравнение с финансовой отчетностью, так, чтобы, скажем так, не показывать ваши сделки, то завтра будет правомерный вопрос, почему вы так сделали, и было ли намерение уклониться, да, от подачи такой отчетности, ну, и могут быть всякие не очень хорошие вопросы и последствия, да, так, следующий вопрос, сдача местной отчетности в бумажном варианте за 2019 год в 2020 году, это утверждение на текущий момент из-за отсутствия шаблонов в электронном виде, или это утверждение подтверждено КГД? Первое, это то, что у нас шаблона так и нет, то есть мы даже при желании никак не можем по-другому сдать, отчетность давать нужно, а второе, то, что, да, мы переговорились с КГД, они сказали, что они и не обещали нам дать электронную версию местной отчетности в этом году, поэтому вариантов у нас нету. То есть заявление электронно мы можем подать, да, а все отчетности у нас подаются на бумаге пока. Да, ну вот просто, чтобы для масштаба понимали, да, что местная отчетность сама по себе, это довольно такой сложный документ, где примерно вот мы уже начали первые отчетности выпускать, ну, вот, допустим, для одной из компаний около 40 страниц вышло, а другой 50 страниц вышло. При этом надо приложить договоры, в одном случае там было 7 договоров, в другом случае 10 договоров, договоры немаленькие, они некоторые были на английском языке, пришлось переводить все это дело. То есть надо будет приложить еще финансовую отчетность, там примерно на странице 200 будет документ, который надо еще подписать в конце декабря, когда у всех людей отпуски, и еще отправить все это в Астану, чтобы оно было принято в Астане, в КГД. Это не местный орган принимает налоговый, а именно только Астанинский налоговый орган. Поэтому вот надо будет уделить отдельное время для правильного, скажем так, садмишина, такое предоставление от отчетности в налоговый орган. То есть заложить на это еще дополнительное время. Спасибо, Нурсултан. Следующий вопрос. Что понимается под операцией? Если у нас есть внутригрупповой займ, но по нему не было операции в 2019 году. Нужно ли включать его в местную отчетность? В целом, интересный вопрос. Почему, интересно, не было движения по этому займу? Предполагается, что должна быть какая-то ставка по такому займу. И вы такую ставку, наверное, брали на вычеты. То есть, получается, движение было. А если ставка была ноль, то как раз-таки закон о транслитивном образовании как раз это регулирует, чтобы ставка не была ноль. А должна быть какая-то плата за пользование услугами. Либо с одной стороны в одной юрисдикции, в пользу одной юрисдикции, либо в пользу другой юрисдикции. Поэтому здесь говорить как раз-таки о займах надо в первую очередь, потому что они под прицелом не только в Казахстане, но и по всему миру сейчас вышла специальная бумага, руководство действий по анализу именно финансовых сделок в феврале этого года. То есть, как раз-таки вот такие ситуации, когда у вас есть довольно крупные займы, где ставка вознаграждения может быть оспорена. Как раз-таки это будет в зоне действия такой местной отчетности. Ее надо включать и анализировать ее. Ну, то есть, получается, как бы просто сказать, что у нас ничего не было в 2019 году, наверное, это тоже такая не совсем безопасная позиция. Да. Хорошо. 5 миллионов МРП – это gross revenue? Да, это первая строчка – выручка. Ну, следующий вопрос, ну, я думаю, мы его чуть попозже осветим, я просто зачитаю. Заменяет ли местная отчетность документацию по ТЦ на определенный вид сделки? Для обоснования выбранной цены. Я думаю, что это мы чуть позже, да, на этом достаточно детально остановимся. Да, у нас мало времени осталось, может быть, мы тогда пойдем дальше? Ну, буквально несколько вопросов, потому что я думаю, что те 10 минут, которые мы оставляли в конце, мы просто их сейчас потратим, да. Если формат шаблон, местная отчетность для заполнения или местная отчетность по форме составляется, нужно самостоятельно. В правилах все в текстовом формате. Еще раз, я плохо слышал. Есть ли формат, шаблон для отчетности? Да. Блант какой-то установленный. Ну, Тасилия, расскажи, пожалуйста. Да, есть форма, есть форма самой отчетности, она вот утверждена приказом 1104, и, в принципе, эта форма состоит из четырех разделов, которые необходимы. Каждый раздел состоит из своего подраздела, скажем так, и нужно будет все вот эти пункты заполнять в этой отчетности. Да. И более того, есть специальные правила по заполнению этой отчетности, то есть форма строгая, утвержденная, и из-за нарушения этой формы может быть даже штраф. Хорошо. Ну, вот последний вопрос. Мы материнская компания, у нас есть дочерняя компания, у нашей дочерней есть дочка, то есть для нас это внучка, в Нидерландах. Какие обязанности по местной отчетности возникают у материнской компании, то есть у нас, у казахстанской компании, которая бабушка, я так понимаю? Вот материнская компания, которая в Казахстане, если она проходит по порогу, то есть ее выручка в 2018 году превышает 12 миллиардов тенге, и при этом у нее были операции со связанными сторонами по группе, то все эти сделки необходимо будет включить в эту местную отчетность и объяснить, почему цены в этих сделках рыночные, соответствуют рыночным условиям. Хорошо. Ну, у нас осталось там буквально немного вопросов, коллеги, гости, да, я думаю, что вот дальше мы сейчас тоже, у нас есть определенный материал, какие-то вопросы будут отвечены в рамках этого материала. Ну, Шултан, давай поговорим об источниках информации для исследования рыночности данных. Что на данную тему можно сказать? Вот это такое хорошее вопрос, то что наш раздел номер два, он как раз таки требует проведения экономического анализа. Что такое экономический анализ? Это когда мы берем вот нашу сделку, допустим, мы продали баррель нефти за 50 долларов. И хорошо мы продали, соответствуем мы рынку или не соответствуем мы рынку, мы должны будем провести экономический анализ. Чтобы понять вот сколько этот баррель нефти должен был стоить, нам необходимо все-таки, наверное, провести какое-то исследование. Мы смотрим на данный плац и смотрим, что цена нефти там, допустим, стоит там 60 долларов. Значит, у нас есть расхождение 10 долларов. И в документации мы должны будем объяснить, что вот эти расхождения на 10 долларов, они объяснимы и причиной будет там служить транспортный расход или что-то еще. Допустим, если мы продаем или, допустим, по займам, да, если у нас ставка займов 5%, то мы должны провести опять ресследование в базах данных и объяснить, что ставка у нас 5% она рыночная. Как это сделать? Это получается необходимо иметь доступ к источникам информации. У нас в законодательстве предусмотрена довольно строгая иерархия. Статья 18 закона говорит, что необходимо идти сверху вниз по иерархии. В первую очередь необходимо использовать данные из официальных источников информации. То есть при любом споре с налоговыми органами в первую очередь необходимо будет брать данные в этих специальных источниках информации. Это, например, тот же самый PLATS, ARGUS, это данные Bloomberg по займам, это база данных Refinitiv, это бывшее название Thompson Reuters. У нас как раз-таки постановление по официальным источникам изменилось в июне, и Thompson Reuters был переименован в этом постановлении на имя Refinitiv. То есть, прежде чем мы переходим к анализу, мы сначала должны проверить, прошерстить, скажем так, эти базы данных и быть уверенными, что там нет информации по ценам на вашу продукцию, на ваши услуги. Но по займам, допустим, это уже понятно, что мы остановимся по займам на Bloomberg или Refinitiv, по нефти, допустим, мы остановимся на PLATS, по другим услугам, скорее всего, мы не найдем такие данные, и мы перейдем к другим источникам информации. Наиболее популярными источниками информации по анализу рентабельности в услугах, это, как правило, служат базы данных информационного агентства Бюро Ван Дайк или частью же MODIS. У них есть базы данных Руслана и базы данных к типу Каталист. Отличие только то, что одна база данных покрывает регион Европы, другая база данных покрывает регион СНГ. Поэтому, чтобы провести качественное исследование, мы считаем, что необходимо иметь подписку на эти базы данных. И если, допустим, у компании такой подписки нет, мы считаем, ну, компании просто необходимо будет привлекать какую-то помощь при подготовке таких исследований. То есть самостоятельно, без подписки на вот такие базы данных, подготовить это исследование будет очень сложно. Или даже если компания сможет приготовить такое исследование, то есть риск, что такое исследование будет оспорено в случае проверки или какой-то другой формы контроля со стороны налоговых органов. Особенно, если это связанные стороны, да, Нарсултан? Ну, это само собой разумеется, да, что если связанные стороны, то компания, то есть группа и налогорганы понимают, что это цены, которые поставлены в ручном режиме. И поэтому есть возможность какая-то манипуляция налоговой базой в Казахстане или в другой юрисдикции. Хорошо, вот провели мы такое исследование сами, либо с консультантами, либо, не знаю, ну, кто-то нам помог. Если мы не в диапазоне, что делать? В данном случае есть два варианта. Первый вариант, наверное, простой, это просто провести корректировку и сдаться. При этом такая корректировка повлечет сразу несколько налогов, то есть может повлечь сразу несколько налогов. Если, допустим, это нефтяная компания, то это, то есть КПН, как минимум, возникает почти у всех. То есть корректировка на базу, налоговую базу по КПН. Хорошо, если компания находится в убытках, допустим, то это не страшно, то... Ничего хорошего, скажем так, что она в убытках, да? Да, но куплаты не возникают. Но главное, что налоговая база все равно уменьшится. При этом может возникнуть влияние на НСП, налог на сверхприбыль. У некоторых предприятий, особенно горнородного сектора, может быть влияние на НДП и на рентный налог, из-за того, что цена реализации учитывается для этих налогов. И самое интересное, может быть, влияние на КПН источника выплаты, так как данная корректировка может подпасть под определение, может подпасть, подпадает в это определение под дивиденды, то есть конструктивные дивиденды. И автоматически возникает КПН источника выплаты по 15% на такие конструктивные дивиденды. Причем отмечу, да, вот эти 15% конструктивные дивиденды не подлежат, ставка не подлежит снижению в рамках конвенции об избежании двойного налогообложения. Это вот уже закрепленная позиция налоговиков, и в принципе где-то она имеет право место быть. В другой случае, вот второй путь, более сложный путь, это в случае, если вы понимаете, что это что-то ненормальное, то есть что рыночные условия, там, рыночные данные упускают в какой-то момент, необходимо будет провести корректировку этих рыночных данных, чтобы объяснить, почему у вас все-таки есть отклонения. Вот мне кажется, это вот касательно этого года, это будет очень актуальным вопрос, потому что есть такая разница. Мы это сейчас обсудим в дальнейшем в топике. Да, у нас 10 минут осталось. Давай, Нурсон, чуть-чуть, наверное, ускоримся. ТЦ-отчетность и ТЦ-документация. Мы подаем одновременно сейчас два документа, либо только одну отчетность, и какие у нас будут отличия между ними? У нас здесь был слайд, перейдет, можешь включить, пожалуйста, слайд по разнице между отчетностью и документацией. Начну, наверное, просто уже поговорить, что сама по себе форма документации, она не была прямо жестко прописана в законодательстве. Мы исходили всегда из правил и рекомендаций, которые нам предлагал ОСР. Поэтому форма документации, она была такая, я бы сказал, более плавающая. Теперь местная отчетность у нас, она является строгой, и необходимо дополнять все разделы, соответственно. То есть если требуется какое-то объяснение в каком-то разделе, допустим, описание группы или описание индустрии, необходимо будет прописать это все в местной отчетности. В документации также вот, то есть в местной отчетности предусмотрены пороги. В документации у нас таких порогов нету, поэтому так как контроль у нас распространяется на все операции без материальности, то может возникнуть ситуация, когда по каким-то документациям какие-то сделки будут включены в местную отчетность, а другие сделки, которые все равно остаются под контролем, по ним необходимо еще держать, иметь в наличии, или не готовить, иметь в наличии документацию по трансферным сообразованиям. То есть я тебя слышу, что два документа, да, все-таки сдаем? Сдаем мы в налоговые органы один документ, в обязательном порядке, если мы выполняем требования, и имеем в наличии документацию, которая не попала по тем сделкам, которые не попали в местную отчетность. Хорошо, значит готовим два документа, да, по факту? По факту, да, если, допустим, есть и такие остальные сделки, которые не попали в местную отчетность, надо будет готовить еще дополнительную документацию. Вот, по условиям представления, мне кажется, уже мы проговорили, важный фактор, что вместе с местной отчетностью надо будет сдать еще и все копии соглашений, и финансовую отчетность, о чем уже Асель говорила. И с точки зрения штрафов, у нас штрафы за непредставление местной отчетности, они повышены, у нас для среднего бизнеса это 250 МРП, для крупного бизнеса это 500 МРП, за непредставление или неполное представление отчетности. Давай на следующий вопрос перейдем, да, потому что, я думаю, Асель, в принципе, акцентировала внимание на ответственности. Вот ковид влияние, я думаю, для многих это очень такой актуальный вопрос, потому что мы никогда через такое глобально не проходили, да, что можно ожидать, где будут подводные камни, где акцентировать свое внимание? Да, я постараюсь очень кратко здесь осветить. В целом мы понимаем, что карантинные меры повлияли на бизнес очень серьезно. В частности, какие-то предприятия были закрыты, они не могли просто работать в это время, но при этом аренду складских помещений, аренду офисов, аренду магазинов никто не отменял. Даже если компаниям удавалась передоговориться, снизить эту аренду, то все равно этот фиксированный расход, он оставался. Зарплаты работников, которые не могли по факту работать, даже если каким-то образом их уменьшали, они оставались. И мы понимаем, что в этом году финансовые показатели у компании, скорее всего, не будут такими, как в прошлых периодах. При этом у нас в правилах предусмотрено, что чтобы провести анализ, экономический анализ нашей деятельности, необходимо сравнить показатели года текущего года, 2020 года, с показателями трех предыдущих лет. То есть мы будем сравнивать 2020 год с результатом периода за 2017-2019 годы. Соответственно, мы понимаем, что будет разница. То есть 2017-2019 год относительно были неплохими с точки зрения экономики. ЭКВВП росло на стабильном около 4%. В принципе, все было неплохо. И мы понимаем, что если раньше компании даже где-то процитали, где-то, в принципе, успешно работали, то в этом году, скорее всего, в некоторой индустрии у нас пострадали. Мы, конечно, не говорим о тех индустриях, которые могли бы там преуспеть, допустим, фармацевтика или какие-то другие индустрии, то многие, то есть электронные продажи могли там получить хорошую прибыль в данном карантинном периоде. Но другие индустрии, там, допустим, авиакомпании либо туризм, они просто могли очень сильно пострадать. Поэтому мы считаем, что, возможно, нам будет необходимо делать корректировки этих рыночных данных. И как это сделать, всегда большой вопрос. Очень большой вопрос именно в данное время. И мы видим, что по всему миру, не только в Казахстане такое вопрос поднимается, но и по всему миру обсуждают, как правильно будет сделать такие корректировки, потому что мы уже видим, что настроение не только в КГД, но и в других налоговых службах довольно, как бы, не то, что негативно, но не встречает такого энтузиазма со стороны налоговиков, потому что многие понимают, что все равно группы могут регулировать свою рентабельность. И здесь, наверное, они тоже справедливо могут отметить, что если компания из года в год, неважно, от успешности ее бизнеса там, показывала 2% маржи, то в случае какого-то кризиса маржа должна сохраняться в рамках 2%. Но если компания раньше, в старых периодах, в успешных периодах поднималась, у нее маржа, и она платила больше налогов в бюджет, то, скорее всего, компания, конечно, имеет какое-то моральное право и показывать какие-то убытки или уменьшение рентабельности в данных периодах. Что мы рекомендуем в данный момент, это подумать о таких корректировках и предлагаемое действие, это проверить контрактные условия, подумать о политике ценообразования, переговорить с группой, какие у них ожидания, может быть, имеет смысл пересмотреть условия по ценам до конца года и вот эту всю стратегию адаптировать уже в текущих, в контрактных условиях и уже готовиться к какой-то как бы defense strategy, какой-то стратегии защиты ваших интересов. Хорошо. Я вот помню, ну, что там ты отдельный пример рассматривала, когда, допустим, у нас есть просто компании, занимающиеся продажами, у которых лимитированные риски, поэтому здесь, наверное, ты говорил, что, в принципе, это нормально, что у нас уровень доходности будет оставаться прежним, но просто для тех компаний, кто из этой индустрии, наверное, обратить внимание нужно будет, да? Да, ну вот, да, вот в целом получается есть дистрибьюторы, но они могут быть разные, то есть есть дистрибьюторы, которые практически не несут каких-то рисков и функций, они вот, у них очень маленький набор функций, и есть дистрибьюторы, которые несут больше рисков, тогда вот тут надо будет четко понять, где мы находимся, какой мы дистрибьютор, какие риски у нас реализовались и на основании чего мы будем делать корректировки. Хорошо. Ну что там, у нас осталось три минутки, давайте, наверное, все вместе перейдем во вкладку опросник, да, либо пол в зависимости от интерфейса. Вот здесь вот очень интересные статистические данные. Применимо ли к вашей, вот коллеге, гости, тоже можете пройти в эту вкладку, там будет видно эти диаграммы. Применимо ли к вашей компании требования по местной отчетности? 76% говорит да, 20% говорит не знаю, 4% нет. Вот я думаю, что те, кто пока не знает, если, допустим, после этого вебинара остались открытые вопросы, я думаю, имеет смысл переговорить с нашултаном Асель, чтобы до конца для себя решить. Теперь смотрите, интересно, вот здесь процент тех, кто считает, что применимо, 76%. Второй, начали ли вы процесс подготовки? Из них мы видим, что на самом деле начали только 30%, ну 40%, да, то есть почти в два раза меньше. Да, это вот мы к тому, что у нас сдача будет 31 декабря, и возникнет такая ситуация, что не только у нас, но и в принципе у всех консультантов в Казахстане, кто занимается трансферным ценообразованием, будет очень длинная очередь, да. Ну, соответственно, это, наверное, где-то повлияет на ценовую политику, да, потому что спрос рождает предложение и, соответственно, коррелируется с ценой, да. Это повлияет на качество подготавливаемых отчетностей, потому что команды лимитированы, как бы работали в три смены, наверное, это тоже не совсем человеческие условия, и будет соответствующий результат. Поэтому, если вы однозначно уверены, что вам нужно готовить местную отчетность, то, наверное, нужно уже начать, да, это делать. Вот теперь смотрите, кто этим занимается, да. Третья диаграммка. Компании самостоятельно, 52%, 48% консультанты. То есть, как бы рассчитаете свои силы, можете сделать самостоятельно, начинайте это делать. Если вам нужны консультанты, уже сейчас, наверное, нужно задуматься, кого вы готовы нанять на эту работу, чтобы не было потом длинной очереди. И последний вопрос. Ваши ожидания по рентабельности вашей компании. 54-55% ожидают рост рентабельности, 45% ожидают снижения рентабельности. Ну, на самом деле, интересно, да, у нас получается все-таки, если почти что 50 на 50, да, и есть компании, которые ожидают рост рентабельности, ну, меня это лично очень радует, потому что получаем различную рассылку, и очень сложно сказать, да, все-таки, какие у нас будут последствия этого кризиса, если все-таки ожидания наших гостей, 55% такие, что будут рост, то это, наверное, очень здорово. Наверное, давайте подведем итоги, да. Я думаю, что достаточно четко мы для себя поняли, что мы должны готовить два вида отчетности, да, это и документация по трансферному ценообразованию, и местную отчетность, да. Если, допустим, мы компания, у которой есть дочерние предприятия за пределами Казахстана, это может быть не только местная отчетность, но и другие виды отчетности, всего мы перечисляли, нужно подавать ежегодное заявление до 1 сентября, да, и плюс три вида отчетности. Ну, и, как правило, очень многие из нас попадают под местные отчетности. Вот Асель у нас отметила такую ремарку, что у нас не совсем коррелирует закон с правилами, закон говорит под все подряд, у нас контролируются правила, конкретно говорят по внутригрупповым сделкам. Поэтому, наверное, здесь нужно будет обратить внимание, смотрим на пороговые значения и принимаем финальное решение, все-таки для нас применимо это или неприменимо, да. И с точки зрения налогового контроля, в самом начале, ну, Султан отметил, что контролируется у нас все и сейчас и нефтегаз, горнорудка, товары народного потребления, да, отдельно отметили зерно, ну, и другие товары, ну, такие более редкие, да. Но в целом получается, что покрываются также и займы. Это говорит о том, что внимание достаточно большое, поэтому не стоит готовить какую-то отчетность просто на 4 странички для того, чтобы эта отчетность была в наличии, потому что налоговые органы всю экспертизу саккумулировали в центральном аппарате, поэтому эта команда ходит в разные предприятия, видит разное качество документов, поэтому если где-то 200 страниц, а где-то 4 страниц, ну, соответственно, будет вопрос, насколько можно верить этим 4 страницам отчетности, да. На этом, наверное, коллеги, все. Большое спасибо вам за участие в нашем вебинаре. Видео будет размещено на нашем веб-сайте. Слайды, если кому-то отдельные нужны, просим вас отдельно нам написать, мы вам вышли. Если хотите просто для себя понять, нужно сдавать, не нужно сдавать, какие-то там более детальные моменты по отчетности, просим связываться с Нурсултаном и Осель. Ну, и будем ждать вас на следующих вебинарах. Следующий вебинар у нас будет касаться MLI, CBCR, да, вот всего того непонятного, да, где у нас говорится об обмене информации. У нас, как я говорил на предыдущем вебинаре по налоговым проверкам, есть новый сотрудник, Улжас Касенов, который очень долго занимался этими вопросами в рамках Комитета государственных доходов и Министерства финансов, поэтому я думаю, информация будет практически из первых рук. Ну, на этом, в принципе, с моей стороны все. Нурсултан, Асель, большое спасибо. Друзья, ждем вас на следующих вебинарах. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!